Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Арабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Несанкционированные свалки. Кто создает проблему для города? Второе дыхание. Анапский хлебокомбинат ждет модернизация. И вновь спортивные выходные. В субботу две анавские команды встретятся в футбольном матче. И сейчас обо всем подробнее. 13 сентября – единый день голосования. Как будет обеспечена безопасность во время выборов, обсудили на заседании антитеррористической комиссии под председательством главы курорта Сергея Сергеева. 13 сентября на курорте пройдут сразу три выборных кампании. Анапчане проголосуют за губернатора Кубани, депутатов Совета муниципального образования и депутатов Законодательное собрание края по 39-му избирательному округу. Наша главная задача – обеспечить безопасность наших избирателей и право граждан на свободное волеизъявление. На территории Анапы зарегистрировано 129 323 избирателя. Для организации процесса голосования в 27 одномандатных избирательных округах образовано 70 избирательных участков, 30 из которых организуют голосование на дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Краснодарского края 5-го созыва. Расположены они в Анапском, Гайкадзорском, Гастагаевском, Первомайском, Супсевском, сельских округах. Условия для работы избирательных комиссий созданы. Каждый участок обеспечен резервными источниками питания, оснащен техникой, благоустроены подъездные пути. За охраной порядка в день выборов будут следить сотрудники полиции. Для осуществления охраны правопорядка общественной безопасности в период проведения выборов на избирательных участках будет задействовано 271 сотрудник полиции. На каждом участке будет задействовано по два сотрудника полиции для несения службы в помещение с использованием металлодетекторов. Подготовлено 70 единиц металлодетекторов. А также безопасность дородного движения при подъезде к избирательным участкам будет обеспечена сотрудникам ГИБДД. 13 сентября участковые комиссии для избирателей будут открыты с 8 утра и до 8 вечера. Подготовительная работа проведена большая. Процесс голосования должен пройти максимально открыто и строго в рамках закона. Наша цель провести выборы на самом высоком организационном уровне, без сбоев, без создания внештатных ситуаций. Приоритетными остаются задачи по предупреждению нарушения выборного законодательства, в своевременном выявлении и пресечении возможных экстремистских проявлений и террористических уроз. Чисто там, где не мусорят. Об этом стоит помнить некоторым жителям нашего города, которые вместо того, чтобы оплачивать услуги коммунальных служб, вываливают горы мусора, где придется. Несанкционированную свалку на улице Северной выявили специалисты управления муниципального контроля. Поймали с поличным одного из нарушителей. В отношении гражданина возбуждено административное производство. Такие свалки периодически возникают прямо в городской черте, хотя существуют четко установленные места для сбора мусора. 3 сентября 2015 года в районе 12 часов человек на собственном автомобиле привез строительные материалы, мусор. Он начал из машины выгружать строительный мусор и выбрасывать на данной территории. Значит, гражданину было разъяснено, что это не свалка. И в отношении него было возбуждено административное производство, передано на рассмотрение в административную комиссию. Теперь анапчанин заплатит штраф. Жители курорта сетуют на мусор в городе и сельских округах. И в то же время сами организуют стихийные свалки. Гражданин Макаркин Сергей Сергеевич является индивидуальным предпринимателем. С его слов, производил ремонт собственного домовладения и поэтому вывез сюда мусор. Неужели индивидуальный предприниматель не может оплатить услуги за вывоз строительного мусора всего 2000 рублей? На курорте оплата за вывоз ТБО с частных домовладений – 97 рублей 80 копеек с человека в месяц. В эту сумму входит вывоз отходов листвы травы. На каквартирных домах расчет оплаты услуг за вывоз мусора в зависимости от управляющей компании рассчитывается или 47 рублей с человека в месяц, или с квадратных метров жилой площади. Но, видимо, некоторым вместо оплаты услуг удобнее засорять курорт. Тогда и спрашивать за свалки надо не с коммунальных служб, а с себя. За безответственное отношение к собственному городу. В продолжение темы бархатный сезон в Анапе – любимое время для отдыхающих. Эта пора ассоциируется с чистотой еще теплого моря. А пляжи, как само собой разумеющиеся, должны быть чистыми. Поток отдыхающих схлынул, убирать территорию стало легче, но не тут-то было. Внимание к центральному пляжу его арендаторы ослабили совсем. Жалоба гостей нашего города Оксаны Машкиной на имя главы города подтверждает ситуацию с отношением владельцев пляжей к поддержанию порядка на его территории. Вот строки из письма на имя Сергея Сергеева. Почему не производится чистка воды в прибрежной зоне? Отдыхающие вынуждены ездить на дальние пляжи, чтобы купаться в чистой воде. А на центральном пляже невозможно зайти в воду. Камка исторически присутствует в прибрежной полосе Анапского песчаного мелководья. И к тому, что убирать ее необходимо каждый день, готовыми надо быть постоянно. Две соседствующие территории – показательнейшая картинка отношения к делу. А значит и к людям, которые выбирают наш курорт любимым местом отдыха. Это пляжи Мупаку. На часах 6 часов утра. Работы по уборке и комки идут вовсю. Барнуют песок, готовят деревянные настилы к приходу отдыхающих. Убирают мусор, скопившийся за ночь. И в течение дня график уборки с периодичностью каждые 3 часа. Центральный пляж убирает первая смена с 6 утра до 3, и вторая смена с 3 до 11 ночи. Проходим, убираем бытовой мусор, убираем урны все, очищаем. Если в море выкинуло, как вот сегодня посмотрим, значит мы выгребаем с утра, пока людей нету, и вывозим. И так же мы от этой речки Анапки движемся в сторону Витязева, тоже идет уборка. До ЖМТ, на ЖМТ там бригада своя, 6 человек тоже убирают, и ЖМТ выбираем. Это каждый день. А вот территория Центрального пляжа, управляют которым владельцы Центрального универмага. Камка здесь в забвении похожий и не один день. Запах гниющих водорослей камера не передает. Не доходят эти ароматы и до хозяев бизнеса, которые летом-то не перетрудились на уборке, а сейчас и вовсе забросили работы по уборке комки. Получается, что из-за нескольких человек позорное клеймо на всем городе-курорте. И это при том, что в письме отдыхающие хвалят чистоту и порядок в самом городе. Продолжается борьба с вредоносным сорным растением амброзия и с нерадивыми собственниками и арендаторами земель, которые не желают устранять сорняк, влияющий на здоровье напчан и гостей курорта. Представители межведомственной комиссии в составе рейдовых групп продолжают объезжать территорию курорта и выявлять нарушителей. Большинство арендаторов и собственников земельных участков добросовестно уничтожают сорняк. У нас происходит сейчас покос и устранение страшного растения амброзия по выданному предписанию от администрации города, в которой поступила жалоба от местных жителей. Ну и мы, так скажем, исполняем это предписание. К сожалению, ответственны не все. Уже составлено около 100 административных материалов при выявлении участков, где произрастает сорная растительность. Составлены административные материалы и переданы Росельхознадзор и в суд для понуждения собственников и арендаторов данных земель к устранению именно сорной растительности. Кустистые заросли, амброзии и других сорняков на внушительных размерах участки почти в 100 гектаров возле семейного гипермаркета арендаторы не волнуют. И предписания администрации курорта немедленно уничтожить заросли остались неуслышанными. Мы связывали с собственником, с арендатором этих земель. К сожалению, как вы видите, ситуация неотрадно не устранена. Ну что же, будем работать дальше. Нами будет сегодня подготовлено исковое заявление на арендаторов этой земель и отправлен в суд. Также параллельно направлено уже письмо на имя руководителя российского отделения Росельхознадзора. Также с этой стороны будут отработаны. Все равно мы добьемся, и все равно эту злокачественную опухоль с лица нашего города, солнечного города, мы уберем. Тех, кто не выполняет требования городских властей, ждут штрафы. Не ждите, пока придет инспектор. Не ждите, пока придет представитель администрации. Я очень прошу, более того, я требую собственников земель, которые на праве собственности, либо на праве аренды, наведите порядок. В станице Анапской городские службы жилищно-коммунального хозяйства приводят в порядок проблемные участки дорог. Работа крупногабаритной техники не вызывает у жителей станицы Анапской раздражения. Идет необходимый ремонт дорог. Проблемные участки отсыпают щебнем, производят гридирование и выравнивание. Живу по улице Совхозной. И хотелось бы от лица автолюбителей сказать огромное спасибо за то, что началась, хоть сдвинулась с мертвой точки, будем говорить, какая-то работа по отсыпке дорог. Были такие рытвины, размывало все время дождями. Сейчас не один я, говорят, что здорово получилось. Реконструирована дорога по улице Кавказской. Отсыпали щебнем участки дорог на Совхозной, Октябрьской и Черноморской улицах. Эти работы у нас начались еще с прошлого года. Сергей Павлович уделяет этому большое внимание. В прошлом году было выделено нам на Анапский сельский округ примерно около 30 миллионов. На них были отсыпаны, отгридированы, сделано асфальтирование дорог. И в этом году это продолжается. Мы очень рады этому. Станичники отмечают, что в последнее время много делается для развития и процветания станиц, хуторов и сел. И к другим новостям. Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники наркоконтроля Анапы. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы. Криминальный бизнес наладили трое жителей Анапы и житель станицы Медведовской Димашевского района. 39-летний станичник обеспечивал бесперебойную поставку наркотика. Его подельники находили клиентов и осуществляли сделки. Во время санкционированного обыска было изъято 12 килограммов опасного зелья. Данные лица занимались поставками и сбытом на территории в больших объемах наркотического средства марихуана. Как я уже говорил, в ходе проведения широкого комплекса оперативно-розостных мероприятий все были задержаны, находятся под стражей в данный момент. Все четверо граждан имеют судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сообщники арестованы. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело. Наркополицейские устанавливают источник поступления марихуаны и изъятых денежных средств. А также роль каждого из фигурантов. Ракоторговцам может грозить до 20 лет лишения свободы. Вердикт вынесет суд. Месяц назад на Анапском хлебокомбинате сменилось руководство. Что послужило тому причиной и что ждет предприятие в ближайшей перспективе, об этом наш сюжет. Для того, чтобы понять, насколько Анапский хлебокомбинат застрял в прошлом веке, стоит посмотреть на то, как выглядят сегодня современные производства. Частота на пищевом предприятии идеальная. О современных технологических линиях вообще говорить не приходится. А это наш хлебокомбинат. С доисторическим оборудованием и старомодным оснащением. Где нового директора в первый же день поразили гвозди, набитые на ботинки рабочих. На полу был такой слой жира, что легче было гвозди набить на обувь, чем его отмыть. В этом году комбинат исполняется 20 лет. Но, к сожалению, на сегодняшний день комбинат занимает последнее место в крае по качеству и выработке продукции. Поэтому руководством Краснодарского края было принято решение сменить руководство комбината для того, чтобы завод в ближайшее время модернизировать, улучшить его обязательное качество, добиться увеличения выпуска продукции для того, чтобы жители Анапы, его окрестностей и также наши отдыхающие получили качественный хороший хлеб. Пол на заводе отмыли, амброзии вокруг предприятия выкосили. Люди с энтузиазмом восприняли смену руководства, идут к начальству с предложениями. Ведь производство знают хорошо и умеют даже в невыносимо сложных условиях работать качественно. Летом в помещении, например, до 50 градусов жары доходит, а вентиляции нет. Предстоит серьезная реконструкция предприятия, и на понимание коллектива и поддержку руководитель очень надеется. Придя на этот комбинат, я очень благодарен людям, которые работают на этот комбинат, потому что они поняли это, и они с большим энтузиазмом восприняли все это и помогают вот просто во всем. Они понимают значимость комбината, который является одним из градообразующих предприятий города, и они также хотят, чтобы наши жители кушали вкусный, здоровый, хороший, качественный хлеб. Сергей Анатольевич – опытный кризисный управляющий. Он уже выводил из сложного экономического состояния ни одно предприятие Кубани. А Анапский хлебокомбинат имеет миллионные долги и совершенно перестал развиваться. Сегодня здесь выпускают всего 20 тонн хлеба в сутки, а могли бы 90, считает новый директор, и уже работает над планами реструктуризации предприятия. Как депутат законодательного собрания он знает, что хлеб – социальная и стратегическая продукция, а завод – одно из главных градообразующих предприятий. Мы договорились рассказывать о том, как он будет меняться к лучшему. Очередная встреча в рамках чемпионата и Кубка Краснодарского края по футболу состоится в субботу, 5 сентября. На стадионе в селе Витязево встретятся футбольный клуб «Анапа» и «Понтас». Нашим любимым командам как никогда нужна поддержка. Все на стадион. Начало матча в 16.00. И завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Субботу, 5 сентября в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-28 градусов. Ночью 24-25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. В воскресенье 6 сентября в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем 25-26 градусов со знаком плюс. Ночью до 24 градусов тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых модная школа. Можно подобрать красивую качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти в нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова